Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приглашаю в салон по изучению Библии и очень рада, что у нас эта возможность пока остается. Практически каждый раз я говорю эту фразу не просто так, а потому что мы на самом деле находимся на финишной прямой. А значит, важно для себя понимать, что мы не подходим к финишу только жизни Иисуса Христа на земле, а мы подходим к финишу человечества. И для этого фокус, бдительность, бодрствование, внимание – это те слова, которые нас на самом деле должны сегодня волновать, привлекать. И продолжая размышлять, на 25 главе Евангелия от Матфея и с 14 стиха мы начали, прочитывали притчу о талантах, довольно объемный текст для одной программы. Поэтому мы взяли только кусочек, который успели рассмотреть в прошлый раз. Я напомню, что ленивый раб, который мы хотим увидеть все-таки характеристику этого человека или подобных людей, чтобы не попасть в нее, подразумевал также еще и хранителей закона. Тех фарисеев, садукеев, книжников, которые себя видели ответственными за то, как сохранить закон без каких-либо искажений. С одной стороны, это нормально, мы не можем вносить в законы свои поправки. Но с другой стороны, те толкования, которые были внесены, то отношение, которое было сформировано, это, знаете, как водораздел, разделяющий человека и Бога. Потому что с каждым внесением туда более жестких правил выстраивался забор. И этот забор отделял Бога от людей и людей от здравого смысла во многом, потому что начинались обхождения закона по практике, который был уже невыполним, невыносим. И, как говорил Иисус, что вы полагаете, бремена неудобоносимые. Вот это то, что стало происходить с желанием, вроде бы правильным, сохранять закон. На самом деле, Господь таким образом показывает, если ты не будешь жить тем, что я сказал, то ты будешь придумывать то, что будет правилами, очень отяжеляющими жизни других людей. Соответственно, то, что предлагает нам Господь, знать его в практике жизни и этим делиться с окружающими людьми. И ленивость раба была в том, чтобы, с одной стороны, доставлять еще новые правила, но, с другой стороны, быть требовательным к другим, но снисходительным к себе. Хотя, с полной противоположностью, Иисус предлагает двигаться своим последователям. К себе быть строгим, а к другим снисходительными. И тогда появляется та гармония, та возможность выстраивания взаимоотношений. И мы с вами продолжаем говорить о том, что Он свое имение все раздал своим рабам. Еще раз повторяю, рабы – это не те, которые безвольные, а это те, которые согласились работать вместе со Христом. Те, которые согласились в Его ценностях и в Его царстве пустить в оборот полученное от Него. И, соответственно, слишком большое имущество, большое имение приобрел Иисус Христос, но все это имение Он оставил на земле для того, чтобы мы с вами могли им правильно распорядиться. Это обетование, это наследство, это души людей, которые нас окружают, это судьбы, на которые мы можем повлиять. Но все это начинает приходить в движение после того, как наше сердце приведено в соответствие. Есть еще один вывод, который нам надо сделать из притчи, которую мы прочитывали раньше. Это таланты и дары, которые Бог дает в разнообразии, но не таланты и дары здесь важны, а отношения к ним. И сейчас мы прочтем несколько еще текстов, уже прочитанных в прошлый раз, но уже в укращенном виде. «Одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе». И тот сейчас отправился. Посмотрите, здесь важной тоже такой деталью является «каждому по его силе». Это не лицеприятие господина. «Я одному хочу дать пять, другому два, а одному всего лишь один». Это возможности силы. Вы знаете, как идет речь о призвании? Призвание имеет обеспечение с учетом того, что Бог предназначил нам сделать. То есть оно за собой влечет, это обеспечение. Оно оснащено. Призвание каждого человека оснащается небесными ресурсами. Тогда, когда ты идешь не в свою сторону, не по своему призванию, тогда это все очень, во-первых, тяжело делать, во-вторых, там не обещано обеспечение. Есть обеспечение, обещанное птицам, траве, цветам. И человеку необходимое там пропитание, одежда – это может быть призвание. Оно потребует гораздо большего щедрого обеспечения неба, потому что оно касается задач небесного направления. Оно касается масштабов того хозяина, того господина, с которым у нас взаимоотношения. И поэтому там обеспечение будет другим. И, соответственно, если ты на сегодняшний день его не видишь, то задать вопрос, Господь, что еще ты хочешь в моем сердце изменить, или что мне мешает? Может быть, я взял не тот ракурс, может быть, я сейчас делаю не совсем то, что ты мне поручил. Соответственно, подобного рода тестовые молитвы, они важны каждому из нас на разных этапах пути, задавать такие вопросы, спрашивать у Бога. И сейчас, еще раз повторяю, он дал каждому по его силе с учетом. Что такое вообще сила личности? С одной стороны, это целостность характера. С другой стороны, это порядок во времени, когда человек может им правильно распоряжаться. Еще, с одной стороны, это способность целеустремленно идти до конца, не останавливаться. Но, с другой стороны, ведь с этими качествами люди не рождаются. Они приобретают. И посмотрите, когда люди приходят ко Христу, они приходят в разном возрасте. И кто-то пришел уже, допустим, в зрелом возрасте или в среднем этапе своей жизненной дороги. И когда он пришел, у него уже что-то сформировано. Потому что люди в этой жизненной дистанции, они что-то приобретают для себя, и как характер в том числе, целеустремленность, когда ставят, строят определенные для себя этапы, которые надо взять. И вот они пришли ко Христу уже с какими-то достижениями. И они, конечно же, будут учитаны. И вот почему многие последние будут первыми. Потому что люди, которые здесь не тратили время, да, еще пока не на ценности вечности, а здесь, на земле, хотели что-то обустроить и сделать, и были готовы ради этого обрабатывать характер. И тогда, когда они пришли уже в Царство Божье, там есть на что опереться даже внутри личности, по мере его силы. Не с тем, с чем он родился. С чем родился, это талант. А по мере силы, это то, что уже приобретено, это то, что было приведено в соответствии с критериями некоторых ответственных позиций, важности, там, характеристик личности. Но приобреталось это при цене, которую клал каждый человек. Поэтому в данном случае, возвращаясь к целостности личности, это возможно здесь, на земле, иметь целостность своей души, ощущение себя как человека состоявшегося, как человека, который может иметь внутри себя стержень, независимо от того, кто или что вокруг него, что говорят, что делают. Безусловно, это непросто. Когда-нибудь вам приходилось делать задания, когда перед вами стоит человек и говорит, вы сейчас делаете то, что я буду показывать. И то, что буду говорить. И пока он говорит и показывает одно, это одна степень трудности. Когда он говорит одно, а показывает другое, тут начинает уже срабатывать сбой. И когда он говорит, теперь делает только то, что я говорю, а не то, что показываю, вот тут бывает проблема. Пока еще показывает, а говорит что-то другое, проще. А когда говорит, повернись направо, а поворачивается налево, или подними правую руку, а сам ее не поднимает, и вот эти вещи начинают нас сбивать. Поэтому, друзья, на самом деле, это не просто, когда вокруг тебя все перевернуто. Когда люди говорят одно и говорят об одних ценностях, но в них не живут. Останься на позиции того выбора, когда ценности неба тебя будут строить. Задавай Богу вопрос, Господь, а как жить в этой системе, как жить в этих обстоятельствах так, чтобы угодить Тебе? И что мне надлежит делать, а что не делать? Как мне надо правильно выбирать то, что будет иметь продолжение вечности, или то, что меня сейчас просто может закабалить? Не пропустить, а жить в этих ценностях. Итак, еще раз говорю, одному дал пять талантов, другому два, иному один, каждый по его силе, и тот сейчас отправился. И вот мы с вами имеем человека, у кого один талант. Казалось бы, и так меньше, чем у остальных. Но почему его спрятали? Потому что, друзья, есть такая опасность. Если мало, то это ничего. По крайней мере, такая, может быть, параллель проведена. У меня ничего нет по сравнению с тем, что вот у того человека есть и такой талант, и такой, и такой, а у меня ничего. То я хочу сказать тем, кто так мыслит, вы мыслите в лживом пространстве. Здесь нет ни одного человека, которому Бог ничего не дал. И если есть малое, не пренебреги малым. Пусти в оборот это малое. Преврати это в плод. И поэтому вот та позиция, которая выбирает для себя, который человек, а у меня так мало, что я ничего не могу с этим сделать, то я хочу сказать тебе, у тебя достаточно, чтобы с этим уже начать работать. И как мы уже говорили, как минимум, у тебя есть жизнь, и ты можешь ее куда-то пустить. У тебя есть отношение к людям, которые ты можешь вырабатывать на то, чтобы сделать какое-то доброе дело, даже в малом объеме, хотя бы кому-то. Но у Бога это не пройдет мимо. Он обязательно эти вещи отметит. И в данном случае мы сейчас не говорим о мотивации, как мы делаем, это уже будет чуть дальше. А сегодня я хочу вместе с вами продолжать рассматривать, исследуя себя, свое сердце. Господи, сколько же у меня даров и талантов. И вы знаете, так приятно осознавать и видеть, когда те, которые уже пускали в оборот, пусть не многое, но пускали в оборот, как в их жизнь начинает на самом деле притягиваться, еще новая мера ответственности и новые плоды начинают вырастать. И для этого у нас есть ряд, так скажем, и своих свидетельств, и примеров. И, может быть, я уже расскажу об этом в следующий раз. А сегодня так хочется вместе с вами подвести некоторые итоги. Итак, притча о талантах – это притча о возможностях, это притча о личной ответственности, это притча о том, что все, что приобрел Иисус, это не ушло с Ним на небо, а осталось на земле, это притча о том, что он возвращается. И, с одной стороны, мы тут прочитали, что он возвратился по долгому времени. И когда он по долгому времени вернулся, то есть он сказал, что это не будет короткий срок. А тогда, когда из года в год, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие, когда уже перешло на не одно поколение, события за событием, и мы можем обернуться назад и посмотреть в историю, что от самого первого века люди ожидали, что Христос вернется еще в их бытность. Но, несмотря на это, он не вернулся к ним тогда. Они перешли к нему. Все равно состоялась эта встреча, но он не вернулся. И это дает расслабление многим сердцам сегодня, что раз это было тогда, так долго ждали, ну и мы еще проживем не один десяток лет, мы еще проживем, может быть, не одну сотню лет, перспективы, которые мы можем строить. Друзья, я не хочу вас настраивать на то, что мы уже завтра закончим свое существование на Земле, но я хочу вас настраивать на то, чтобы каждый день считать последним. В том смысле, это совет Соломона. И тогда не согрешишь. Тогда не потеряешь время. И поэтому то, что мы сегодня с вами можем просмотреть свои таланты и сделать список. И, кстати, сказать не подумай, что если ты будешь свои таланты видеть, что это приведет тебя к гордости. Мы уже сказали, что это не наши таланты. Это нам дано по мере силы. И Бог знает, что у тебя вот этой силы достаточно, чтобы ты с этим талантом провел практическое его применение и в оборот его мог пустить. Поэтому, если так, то не бойся той гордости, а запиши. Запиши таланты, которыми ты владеешь. Даже можешь задать Богу вопрос. Господь, вот после этой программы я хочу с тобой поговорить. А что ты-то мне дал? Как ты это видишь? Дай мне это записать. И запиши. Запиши эти таланты, которые услышишь, почувствуешь. Либо какие картины ты будешь видеть. Я не знаю, как Бог разговаривает лично с тобой. У нас у всех по-разному могут быть развиты внутренние органы ощущения, осязания, обоняния, зрения, слуха, вкуса. Но они там есть. И поэтому поговори и запиши. Сделай этот список. А потом посмотри, что уже пущено и в каком объеме. Небесный Отец, прости, Господь, за то, где мы еще не пустили в оборот имеющиеся. И дай нам не потерять эту возможность, а на самом деле сделать то, что от нас зависит сегодня. Из зоны комфорта, которые надо раздвинуть, пусть они будут раздвинуты. И дай нам выйти из этой зоны, и если надо, даже из лодки, чтобы пройти по морю и преодолеть эти расстояния. Я благодарю тебя за то, что уже было пущено в оборот, и за те результаты, которые пришли. И если кто-то видит, чью-то жизнь очень плодовитой, но там есть еще что-то не пущенное в оборот, то ты дай здесь тоже не попасть ни в какое обольщение. Либо наоборот, кто-то видит свою жизнь совершенно не успешной, не результативной, то я хочу призвать сейчас бодрость твоего взгляда и осознание, что в моей жизни есть дары, есть таланты. И Господь ждет от меня плода. Я благодарю тебя, что ты на самом деле дал, ты на самом деле ждешь, и ты даешь силы к осуществлению твоей мечты. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»